Всем привет! Вы на канале Хорошая Оптика. Сегодняшний наш рассказ о наблюдательном приборе от Загорского оптико-механического завода модели BPV-1 7х50. Это светосильный прибор, предназначенный для наблюдения прежде всего в условиях с пониженной освещенностью и плохой видимости, и имеющий отличные оптические характеристики. Прибор 1973 года, то есть в этом году ему исполняется уже ровно 60 лет, можно сказать юбиляр. Давайте рассмотрим его полную комплектацию. Соответственно, кофр имеет отличительную особенность от более поздних, это во-первых глянцевое исполнение, застежку портфельного типа и внутреннюю обивку черным бархатом. Давайте откроем кофр и посмотрим. Вот такая обивка. На кофре имеется даже дата производства, соответственно, август 1973 года, что очень интересно. Кроме того, в комплект входят желтые светофильтры, которые повышают контраст изображения в условиях с плохой видимости. Кожаный ремень с металлическими заклепками и непосредственно сам прибор извлекаем. Вот он на ваших экранах. И еще интересная особенность. Кофр имеет внутренние ложементы, кармашки и дополнительная забота о сохранности бинокля. Вот если, может быть, у вас будет видно на экране. Здесь, где располагаются заклепки, фиксирующие застежку, здесь сделана дополнительная накладка из ткани, чтобы бинокль во время извлечения из кофра не поцарапался. Вот так вот интересно все здесь и качественно продумано. Вот такой замечательный кофр в комплекте идет. Светофильтры. Светофильтры устанавливаются прямо на наглазнике. Таким вот образом одеваются. Соответственно, можно легко снять, одеть их достаточно. И непосредственно сам бинокль. Давайте рассмотрим его маркировку. БПВ. Аббревиатуру имеет он, что означает. Бинокль призменный. Высокосветосильный. Один, индекс один, то есть первая версия. 7 на 57 это кратность увеличения. И 50 диаметр объективов. То есть, даже из этих характеристик можно сделать вывод, что этот наблюдательный прибор является высокосветосильным. О чем свидетельствует и индекс, и соотношение диаметра объектива к кратности. Естественно, знак качества СССР и ГОСТ, по которому изготовлен ГОСТ этот еще старого, старой редакции. Соответственно, ГОСТ 5.23 71 года. Этот ГОСТ в настоящее время уже устарел. Позднее был выпущен оптический ГОСТ 81 года. 7048, собственно, которым сейчас и пользуются производители оптики отечественной. А этот уже потерял свою актуальность. Но, тем не менее, всем качественным показателям приборы, выпущенные по этому ГОСТу, естественно, соответствовали. Завод-изготовитель ЗОМС, тут начок завода-изготовителя. Абревиатура, опять же, и страна-изготовление латиницей СССР. Достаточно крупный по размерам бинокль. Естественно, материалы здесь все высококачественные. Металлический корпус полностью изготовлен из металла, включая торцевые крышки и колпаки объективов. Единственное, здесь колесико фокусировки бакелитово и наглазники. Наглазники и маховички окуляров. Все остальное полностью металлическое. Как говорится, стекло и металл. Никаких дешевых материалов не использовано. Серийный номер начинается на 73. Соответственно, 1973 год выпуска. Ровно 60 лет этому прибору замечательному. Несмотря на возраст, он продолжает служить своим владельцам. И радует его их очень качественной картинкой. Я бы сказал, даже выдающейся. Прибор имеет следующие технические характеристики. Кратность увеличения 7. Диаметров объективов 50 мм. Линзы объективов имеют знаменитое зомзанское изумрудное просветление. Очень красивое зелено-синее такое, насыщенное. Просветление окуляров также изумрудное. Больше отдает зеленый оттенок. Но и синие тона тоже присутствуют. Материал призм оборачивающей системы. Естественно, БАК-4 стекло марки БАК-4. Оборачивающая система здесь использована. Призмы ПАРО, классическую схему бинокль имеет. Естественно, центральная фокусировка имеется. И диоптрийная коррекция правого окуляра. Плюс-минус 3 диоптрии. Диоптрийная коррекция достаточно туговато. Но, опять же, пользоваться можно. То есть, выставляете необходимое значение. И под любую остроту зрения можно подстроить правый окуляр. Диоптрийная коррекция от минус 3 до плюс 3 диоптрий. Соответственно, поскольку прибор светосильный, то диаметр выходного зрачка здесь огромный. По соотношению диаметра объективов кратности соответственно 7,1 диаметра выходного зрачка. Разрешение по центру составляет 6 угловых секунд. Удаление выходного зрачка 14 мм. Угловое поле зрения 6,4 градусов. Линейное поле зрения прибора составляет 120 метров на 1000. Не сказать, что прибор широкоугольный. Но поле зрения достаточно широкое и комфортное для ведения наблюдения. Далее следует отметить, что коэффициент светопропускания здесь 51. Это один из самых светлых отечественных наблюдательных приборов. Очень яркая у него картинка светлая. Отлично он подойдет для ведения наблюдений в условиях с пониженной освещенностью в сумерки и естественно ночью. Даже при наличии малейших источников света в поле видимости он будет качественно отображать изображение. Предоставляя яркую и достаточную для ведения наблюдения картинку. Вес прибора составляет 960 грамм. Почти килограмм он весит. Увесистый. Достаточно. Естественно призменные блоки здесь широкие. Широкие призменные блоки. Удобные для фиксации в ладонях. То есть отличная эргономика прибора. Хорошо лежит в руках он. И естественно пригодит для длительных наблюдений. Поскольку кратность всего 7. Небольшая. И тряски при длительных наблюдениях не возникает. То есть жестко зафиксировали. Бинокль в двух руках. И ведем длительные наблюдения без каких-либо вибраций. Оклейка корпуса качественно крупнозернистая. Нескользящая. Очень удобно держать в руках. Даже если руки сырые. Бинокль не выскальзывает из рук. И надежно фиксируется в ладонях. Также стоит отметить. Что окуляры здесь использованы старого образца. Увеличенного диаметра. Они ведут свою историю еще от бинокля B7 на 50. И по факту сам этот бинокль является продолжением. Развитием конструкции армейского бинокля B7 на 50. Который в первую очередь производился для армии. Естественно для армейских нужд. А потом уже и появилась гражданская версия. С центральной фокусировкой BPV 7 на 50. И затем BPC 7 на 50. Уже более поздняя версия. Но по факту это тот же самый военный бинокль B7 на 50. Только с центральной фокусировкой. И с отсутствием дальномерной сетки в правом окуляре. Все остальные оптические характеристики точно такие же. Был еще и морской бинокль B7 на 50. С повышенной герметичностью также. Схема у всех этих моделей абсолютно такая же. Ну и естественно качество изображения одинаково на высоком уровне. Очень замечательную картинку имеет этот прибор. Естественно резко, ярко, светлое очень. Необычайно качественное изображение для 60-летнего прибора. Не уступит он многим современным моделям. Как по резкости, так и по цветопередаче. Отлично, отличный микроконтраст изображения. Детализация. Очень-очень удобен для ночных наблюдений. Поле зрения широко, комфортное. Но для 7-кратников с такой схемой оно стандартно. Колеблется обычно в районе 120, 122, 123 метров. У всех светосильных биноклей от любых производителей. Дисторсия присутствует слабо выраженная. Хроматические аберрации тоже есть. Но только на ярких и контрастных объектах. В целом же, если общую оценку давать качеству изображения этого бинокля. То можно поставить твердую 5. Особенно с учетом его возраста. Все-таки как-никак 60 лет. Но многим и многим современным биноклям он не уступит. По своим оптическим характеристикам. И даже некоторые из них более темные. Он превзойдет как по яркости картинки. Как по цветопередаче. Так и по резкости. Поэтому рекомендую настоятельно приобрести вам этот прибор. Отлично он подойдет для практического использования. Модель BPV-1 7х50 от Загорского оптико-механического завода. Замечательный, светосильный, даже высокосветосильный прибор. Изготовленный по лучшим советским традициям оптической промышленности. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал Хорошая Оптика. Впереди вас ждет много интересных роликов. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok